Тоже тепло. Итак, дорогие зрители, начинается игра Юспы против Глоков, причем, странно, я отсурил, алло, он еще типа 800 рублей сейвит на следующий раунд, это в пабликах такая штука работает, я видел. Интересная игра, но может быть он думает, что, как многие зрители пишут, зачем брать Глокам арморы, если и так все стреляют в голову, да, то есть нет в этом смысла, хотя, конечно же, особенно вот в первых матчах Юспы не часто стреляют в голову, потому что в любом случае идет некий мандраж, вот посмотрим, как сейчас Мэджикс попробует попасть, вот Мэджикс, видите, где хэдшот, нет хэдшота, хэдшот летит от Глока, Кажум приходит на помощь, минус Дейси, день хп, при этом у Кажума взорвался назад на девятку, рампы заняты, Убер решил выйти через двери, но Эйзи был к этому готов, преимущество в одного игрока у команды Норс. Мы видим то, что конфиг уже вышел на вейплайн, но на самом деле колы не решились заходить на Б точку через рампы, решили то, что слишком уж это будет читаемо, кроме этого Уберу не получилось пробить вентиляции тогда, соответственно, можно было бы с двух сторон заходить на Б, ну и теперь они решили с двух сторон зайти уже на А, на мейн, заезжает от Деф, его контролит МСЛ, получает инфу, убивает еще и Сурилу, нет, Сурил с ним справляется, Кажум на девятке, лоу хпшный, пытается здесь сражаться, Эйзи убивает Дефа, Кажум выходит, включается в этот момент, убивает Сурилу, Остается только Андроид, но у Андроида очень сложная задача, с одной стороны, да, у него есть контроль над бомбой, но времени мало, 22 секунды, ему надо разобраться с двумя, одного он видит вентиляция, а другому он знает, что тот находится на девятке, пытается поставить бомбу просто в тупую, вообще не напрягаясь, даже не байте оппонента, это не фейк, это постановка бомбы, хотя мне кажется, Норфа ожидали, что это будет все-таки фейк, Андроид уходит на синий, И отходит поглубже, уходит совсем-совсем далеко, конфиг пойдет в погоню, за ним Акаджум дропнулся с девятки, упал и умер, и вот это фейл года сейчас, но Каджум зашел в спину, и Андроид совершенно не ожидал подобного мула от игрока команды Денов. Отличная работа от конфига, бомба, правда, стояла, и теперь Сарил со своей экономией, в принципе, на коне у него в районе трех с половиной должно быть, там, 3200, насколько я помню, ну, сейчас у него будет 2200 плюс 800, 3000 ровно, плюс те деньги, которые заработал за фраг у нас игрок, вот, повтор, пытается упасть на текстуру, падает и разбивается. 9 хп, по-моему, было у нас у Каджумба, в принципе, ну, мне кажется, этого должно было хватить, но как-то странно разбился. Итак, Сарил у нас, в итоге флешка и смог, вся команда комплекции решила сэкономить, ребята не покупают первые арморы, взял Андроид Дезерт Игл, все остальные взяли P250, ну, и с таким набором девайсов постарается сейчас, опять же, поставить бомбу, сделать какие-то киллы, но о том, чтобы взять такой раунд, мне кажется, речи быть не может. Ну, да, они просто попробуют по-быстрому прорваться через двери, это, скорее всего, будет вентиляция B-Plant, здесь, соответственно, за эту позицию EZ, он стоит пока что на синем, откидывает смок под дверь, дверь открывается, Uber идет вперед, и вот он расстрел, 600 рублей за одного, 600 за другого, до свидания, Андроид вместе с Uber, Дезерт точно так же падает от точной стрельбы Каджумба, и до свидания еще и дэп сейчас будет, потому что он оставшийся последний игрок комплекции, те бомбу не удалось поставить, но мы все прекрасно понимаем, что американский коллектив будет закупаться вторыми арморами и калашами на следующий раунд, потому что ставили бомбу на первом раунде при помощи Андроида. Да, там денег должно хватить, возможно, даже будет снайперская винтовка у какого-нибудь Сарилла, правда, он тратил флешку смог, поэтому немножко потерял денежек, но это не страшно. 2.0 в пользу Норсов оставят, наверное, свои девайсы датчане, они слишком, наверное, уверены в себе, но главное не быть самоуверенным, потому что эта самоуверенность очень часто подводит. Вот вчера, кстати, такие нотки самоуверенности я заметил в последнем матче Na'Vi против Mausports, и, возможно, именно это подвело команду рожденных побеждать, и сегодня они играют в лозерах против Renegade в последний матч. Сейчас получается, что у Колов должен найтись какой-то ника, да, то есть какой-то чел, который будет раздавать по щам внезапно, и вот это тот самый момент, когда ему нужно включаться, потому что это первый девайс, и на котором Конфиг подошел в упор практически к улице к открытию на деф, и деф его все-таки расстрелял, причем там два ствола его пытались убить, и в конце концов это удалось у Колов, и это open-frag для них. Но вот странно, что тиммейты при этом ничего не сделали, два человека у нас было, один на девятке сверху, на внешнем, так называемом, один в ангаре, и при этом Конфиг стрелялся, а почему-то ребят сверху не видели, но может быть угол обзора был таковым, что не могли они никак помочь своему тиммейту. И так начинают Комплексти в преимуществе, подходят под будку, три человека, один будет через улицу, действуют довольно медленно на шифтах, минуты времени до конца, откидывают Норсу при этом какие-то гранаты, деф погибает, раскидочка от команды Комплексти, выход через будку, но при этом здесь сверху на будке играет МСЛ с МПХ, и он делает трипл килл, дорогие зрители, Убер один против двоих подбирает бомбу, выходит с Калашом на Апленте, на Аплент, 45 секунд до конца, Убер играет под будкой, ну и как только начнет ставить бомбу, скорее всего Кажумб его просто-напросто убьет. Убер залазит на будку и погибает от Кажумба, 3-0 за Норс, странное решение от команды Комплексти, выходили через будку без каких-либо гранат, но, видимо, не ожидали они никак на этой позиции, видите, МСЛ. Это дефолтная позиция, это нельзя ничего сказать, да, МСЛ находился просто на будке сверху. Многие грамотные команды кидают коктейль Молотова через крышу на будку, и тогда выходят, и вот такого перекрестного каяния. С другой стороны, окей, ты просто можешь хотя бы направить одно из трех дуул не на девятку, все три игрока, которые выходили, они одновременно смотрели девять и пытались на Хэване кого-то убить, у них это удалось, но к этому моменту МСЛ уже сделал три килла, и это полностью уничтожило. Это момент, который многие коллективы не обсуждают, вот так называемая расфокусировка, извините, своего внимания между точками. Когда ты выходишь, ты должен обсудить, первый берет сразу девятку, второй будку, третий плент и так далее. А вот у команды комплексти такого момента, видимо, нету. Конфликт забирает у нас деф, тем временем четыре человека у команды атаки выходят на пятак, пушат бэплент, Мэджикс снова без шансов. Вот какие-то любители смог выходить у нас в комплексти. Нравится им, они внезапные парни, не думают, что, видимо, этот смок чекают. Хотя, опять же, я понимаю, когда люди думают, что смок не чекают, если там, допустим, несколько выходов, да, но рампата — это один выход, и Мэджикс в любом случае будет смотреть эту точку. Вариантов тут не было, но и колы просто погибли. Видно, что они готовы, они к нюку, маппл у них не такой уж большой, а когда вы играете Best of 1, и у каждого коллектива имеется по три бана, то вы попадаете, если на команду, которая вам неудобна, то есть она играет совершенно другие, например, тактического склада карты стратегического формата, это overpass, трейны, днюки, то если вы, например, фанат ДКэша и Миража, и эти две карты уходят из-под рук, то вам становится очень-очень сложно. Вот сейчас мы видим то, что пока что 4-0, и какого-то просвета большого нету. Судя по тому, что мы видим, колы будут так же продолжать на атаке, им надо взять хотя бы раунда три, чтобы хоть какой-то... Ну, играет, во-первых, без АВП, играют, в принципе, медленно, но вот конфига опять отстрелили на улице, и снова он решил сыграть довольно агрессивно. Комплексити при этом улицы проходят без смоков. Довольно странно наблюдать команду, которая играет подобным образом, но опять же, нюка не оставили. Дэйси удалось забрать Мэджиска, а тот, видимо, не ожидал, что настолько нагло и неожиданно будут действовать ребята из команды Комплексити. Ну что ж, хороший шанс, они сейчас в пятером против троих игроковой команды Норс, правда, Эйзи с перестройки забирает Царила, никакого размена почему-то нету, МСЛ на верхнем этаже оцеливает Дэса, но все-таки вот сейчас Андролит сыграл на размене. Минус МСЛ, погибает Кажум на рампах, и Эйзи остается один против троих шансов, у него, конечно же, немного. Причем не только мы, как зрители, не ожидали. Обзерверы тоже явно не ожидали киллов каких-либо отколов. Мы видели каждый раз, когда мы переключаемся на игрока за Норф, и он погибает. Это все, что мы видели на протяжении всего раунда. Что касается закупа, у защиты все еще есть возможности приобрести себе то же самое ВП, которого мы не видели от конфига и компании, а мы все прекрасно знаем то, что и у Каджумба, и у конфига очень хорошая и сильная снайперская винтовка. Каджумба, соответственно, будет играть, скорее всего, от гаража, на улице, и, соответственно, смотреть ярд, на который комплексы те в очередной раз могут заходить при помощи девайсов. Дэв у нас готов пока что действовать на скале. Прилетает флешка. Каджумб играет с АВП, смотрит начало улицы. Каджумб не подставляется. Конфиг погибал там дважды. Кстати, конфиг играет теперь довольно аккуратно, пока что в длинном. Ну, а комплексы подошли на рампы. Ловят смок. Ну, мы знаем, они большие любители действовать от смок. Правда, какую-нибудь флешечку бы откинули. Вот такую. Но при этом Мэджиксу эта флешка нипочем отлично спреет. Забирает практически четверых, дорогие зрители. Потому что у Дэйси остается 15 хп. Ну и команда комплексы, конечно же, потеряла... Может быть, хватит уже? Нет, вот это делать. Ну, это... Ну, что это? И это, опять же... Ну, показывает, что нюк не готов абсолютно. То есть, так команда, конечно, не играет. Но почему не оставили этот нюк, я тоже не знаю. Вообще, я говорю, у тебя, смотри, из маппула выпадает ДДАС-2. Да, команда ДДАС-2, ДК Шей, ДК Уоллстоунов. То есть, вот этот вот формат под названием Би-Би-Ги. Ну, не нюк же играет против команды Норфа, которая... Нет, то, что оставлять нюк против Норфов, это вообще бессмысленно и беспощадно, да. Но вдруг у них это была какая-то домашняя заготовка, а? Потому что я посмотрел на статистику, они нюк не играют вообще. То есть, у них за 2016 год три карты сыграно на нюке, на HAL-TV-орк. Или сколько-то там, ну, около того, там, может, четыре карты. Капитану или тренеру можно смело ставить два балла, потому что... А вдруг это домашняя тема? А, они вот такие, перед дримхаком, сейчас замутим. Вот, домашняя тема. Вот она. Домашняя тема. И просто падает на пятаке. Причем, этот, просто втопил 30 патронов, один хэдшот, все остальное в тело, никто ничего с ним не сделал. Ну что, в комплекте отдают самый важный раунд. Теперь у них очень мало денег, они играют с пистолетами. А в следующем раунде, скорее всего, мы увидим Галил или Теки. Ну, попробуют сейчас что-то противопоставить команде Норс. Хотя, пока что, как мы с тобой говорили изначально, да и не только мы, все остальные зрители сами понимают, что здесь фаворитом является, конечно же, команда Норс, которая мокрого места, наверное, не оставит над комплекте. Да, и благо мы будем смотреть это не в Best of 3 серии, вот честно. Это, наверное, единственный плюс, который у нас есть. Все, конечно же, ждут Денави, господи, Денави, которые будут играть у нас с четвертой картой. Сегодня в группе D они будут сражаться против австралийцев, ренегадов. Надеюсь, что вы уже успели там все поставить и уже настроиться на то, чтобы наблюдать за матчем на вылет, напоминаю. Если там Best of 3, еще Best of 1 случайно выиграют австралийцы, то тогда Нави отлетят с этого чемпионата и не получат возможность выйти из группы. Мейджиск снова контролирует рампы. Здесь Андроид, здесь Убер, здесь еще и Деф, и они пытались выйти. И, в принципе, у них это получается. Может быть, бой падает, это опыт фраг для них. Дальше еще один килл, конфиг падает в следующем. И вот это уже серьезно пахнет жареным, потому что две Эмки... Нет, Эмка и коллаж за контролем коллы. Зашли на Б-плэнт, сюда открывается Эйзи. Даблкил от него нет. Убивает Убера, оставляет очень красным Андроида. Тот уходит с вилки на рампу наверх и будет ждать от своих тиммейтов каких-то заходов. Да, Сэрил пропушил в улицу, получил маслину от Каджумба. Каджумб открылся еще и на Андроида, убил его. И Дэйси остается соло против двух, точнее, трех игроков Денов. Дэйси с Калашом постарается сейчас взяться. Нет, правда, второго армора. Ну и выходит на нижний. А тут Эйзи, который легко и просто справляется. Ну, этот раунд, естественно, должен был уходить команде Норс. В принципе, комплексы большие молодцы, что оценили двоих и, по сути, сделали максимум. Хотя, конечно, можно было бомбу попытаться поставить. Только что показали чувака, показалось, что у него эти не брови, а веки. Опущенные. Женские, длинные такие какие-то, не знаю. Реснички ты имеешь в виду, господи. Реснички. Женские реснички, короче. То есть ты кого-то там подозреваешь. Да. Окей, хорошо. Ну, есть в Overwatch есть транс, например, играет. Чел, который мужик переделал себя в женщину и играет. Я знаю, в StarCraft тоже был. Да, был такой. Корейец, небось? Была. А этот француз, например. Американка, по-моему. Американка? Американец или американка? Женщина в мужчину или мужчина в женщину? Ну, мужчина в женщину, по-моему, надо... В общем, конфиг забирает на старелы на скале. Ситуация 5-4. Действует довольно аккуратно. Комплект сейчас на улице, но снова без смоков. Почему-то постоянно на стрельбуде хотят выходить эти пары. Потому что они сильнее Норфов по стрельбе. Ты ничего не понимаешь. Это американский Counter-Strike. Они здесь не умеют в раскидке. Они просто закупают калаши, идут и фигачат людей. И на самом деле я все еще задаюсь вопросом, что они здесь делают. Но мы все прекрасно понимаем, что они здесь делают только одно, что они выиграли квалификации американские. Как они это сделали? Ну, опять же, посмотрите записи на наших каналах. Наверняка они есть. Кто-нибудь достримил американские отборы на DreamHack, да? Наверное. Кто-то должен был в любом случае. Прекрасный вообще раунд. Может быть, какой-нибудь. Ну, раунд вообще ни о чем. Один фраг у нас у Uber, два у Sarila и Dessie с Android немножко впереди. 5 на 7, 5 на 7. У команды North все четко, ровно. Конфиг отстает. И Kajump является фраг-лидером. Снова Эк от комплексти. Ну, опять же, в прошлом раунде еще, понятно, ничего раскидки не было. Потому что они позапрошу проиграли. А это был один из важных в плане экономики. Но, с другой стороны, зачем вы покупаете? У тебя и UMP-шку можешь взять на одного человека, у тебя дополнительные раскидки есть. Не проблема же обычно. Но тут не суть важная. Сейчас мы увидим очередной заход какой-нибудь дыма и насладимся красотой стрельбы. Мэджис Боя на этих рампах. Не, он решил, что и без смоков можно людей убивать и так. Просто выходит на сухую стреляться. Минус один, минус второй, минус третий. Просто затопил. Просто в тупую 30 патрон отправил в одну сторону. Три человека под них поставились. И до свидания. Около два человека. И что хп остается у Мэджиска? Перезарядился. Дальше чувству себя уверенно. Пришел к нему тиммейт еще. Кажум говорит, так, мне тоже нужны фраги. Я с АВП тут встану, а ты не мешай. Мэджиск решил, кстати, поджать радио. Деф вместе с Убером. Но, естественно, ничего другого не придумали, как пойти на эту радейку. Ну и Кажум здесь теперь отстреливает минус Убер. Выход от Мэджиска. Это квадро килл. 8-1 в пользу Норр. Шесть раундов остается. Пока что комплексти не могут ничего противопоставить сильной обороне команды Норрс. Но вот поставили тайм-аут и попробуют что-то обсудить, что-то решить. Тут вариант в чате. Есть два варианта игры у комплексти. Выход сквозь дым и выход без дыма сквозь воздух. Вот это сейчас был выход сквозь воздух от коллектива из Америки. На рампах Мэджис там всех уничтожил. Ну и дальше добивает еще и дефа. Не знаю. Можно показывать сколько угодно повторы. По факту все очень и очень грустно. Я думаю, что даже самые лютые фанаты Норфов не думали, что будет вот такой развал. Да, это сильная сторона Данюка, но хотя бы три, ну четыре раунда, ну пожалуйста, дайте нам интриги, дайте нам какого-то фана. Дайте Counter-Strike хотя бы. Потому что тут люди просто закупают оружие, стоят на точках, нажимают на левую кнопку и я не вижу здесь Counter-Strike. Вот у него смотри. Я пропустил сорянку. Наверное, просто так эффект дает такой камера. Я не знаю вообще, просто комплексити состав, знаешь, великая некогда организация в кейсерская, в принципе, американская, там во многих дисциплинах. Но при этом вот в кейс у них такой какой-то состав очень странный. Хотя, опять же, зная американскую про сцену, там, наверное, больше денег. Но, видимо, Америка столкнулась, знаешь, с проблемой, что деньги есть, а игроков нет. А в Европе немножко все наоборот бывает. И причем, заметь, что каждый опыт легионерский, в отличие, например, от Лола, где корейцы очень хорошо ассимилируются и там все замечательно, им выдают паспорта, они играют уже в американском регионе. В кейсе легионерский опыт такой. Первый, это Симпл, который поиграл два мажора и свалил из команды. Второй, это Гобби и Легия, которые, и потом уже Тапсон, которые пришли в Энерджи, тоже совершенно никому не понравились. Опять же, это не самые лучшие представители Европы в данный момент. Они им понравились, их кикнули, и они обратно прилетели в Германию. То есть так ни один нормальный сильный игрок из Европы и не прижился здесь. Ну, то есть, Эйсилион, опять же, приехал, поиграл за сплайсов, вернулся обратно, оставив там одного тоже, по-моему, голландца. Он все еще играет в сплайсах, но это все еще коллектив, который не может никуда выйти. То есть в топ-3 Америки нет ни одного европейца, если я не ошибаюсь. Да. Ну? Не, ну, в принципе, на топ-3 у них хватает… А, Фокс, например, тоже по факту легионер, если брать, да, для Бразилии. Не, ну на топ-3 у них хватает еще своих игроков. В принципе, они играют неплохо, есть команды, которые могут сражаться в топе, а вот дальше… Вот, Миксвелл и Пимп, напоминают, у нас еще сражаются, да. Ну, это вот… Пимпа, я, кстати, слышал уже решенный, да, вариант, опять же, видео у Зевса было за 50 тысяч долларов, а, нет, за 50 тысяч долларов его купили, по-моему, в американскую команду, но, по-моему, его собираются убрать там тоже… Серьезно? Так Хико же убрали из Ликвида. Ну и Пимпа, по-моему… Ой, 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 как-то… Ой, Дэсси, ну ты чего? Ну, видимо, уже нервы совсем не работают, они вроде как пообщались, вроде тактической паузы, а-ля… Ну и конфиг, приемка от него, одного, Сэрилл уже упал, второго, третьего, нет, третьего все-таки не добьет, но, опять же, размен для него просто шикарный. Мало того, еще оставил пол живого у Андроида, так что, скорее всего, Норфы возьмут и этот раунд, только если в комплекте ничего прикольного не придумают. Убер, кстати, в данный момент не читается, в этой позиции МСЛ, конечно, прочекает одну из сторон Андроида, убивает Эйзи, который вышел на вентиляцию, тем временем еще и падает Убер, и все еще в меньшинстве. Кола играют, Дэв падает, а точно выстрел Каджома на улице, и теперь уже Андроид не знает, чем ему делать, у него мало информации, ему надо нести бомбу до планта. Андроид у нас АК-47, действует на длине, чекает позиции, смотрит дальше тупики, Андроид идет на шефте. В туннелях у нас вентиляции есть, игрок, это Мэджиск, Мэджиск выйдет или нет, Мэджиск чекает, там у нас справа от него оппонент, опс, палился случайно, Андроид теперь понимает, что в вентиляции точно находится один из соперников. МСЛ погибает, хороший хэдшот, Андроид продолжает, тут или Эйз, или погиб, Андроид выходит через... Ой, 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 Ноша, Мэджис ошибается, но все-таки переключается вовремя на М-ку и делает свой минус. Девятый раунд для команды Норс. Ну вот лицо МСЛ, типа, что это вообще, куда они приехали, просто какие-то вечешние парни. Не, ну понимаешь, на самом деле лицо лицом, а нужно в любом случае очень серьезно играть, потому что ты на грани, и мало ли зафейлить, плюс уже вчера проиграли, да, как бы на Инферно команде, естественно, более серьезной, более сильной, но, опять же, Норсы считают, что они по праву могут быть там топ-1 командой в этом мире, и, конечно же, для них это большой удар, поэтому в любом случае, ну, если проиграли бы комплексити, поэтому МСЛ, конечно же, играет предельно аккуратно, предельно серьезно старается контролировать свою команду. Но это не всегда легко и просто. Кажумб с конфигом забирает Дейси и Андроида, удалось Сарилу осолить Кажумба, но при этом конфиг сейчас пытается действовать и оцелевать ангар, промахивается два раза, зовет о помощи, но никто не помогает. МСЛ лишь сейчас ворвался из девятки, при этом рядом с ним еще один игрок защиты, но и Сарил с Убером постараются еще разыграть этот раунд, правда, у Сарила беда по хеллспоинтам. Ну, он попытается выжить максимум, как минимум может забрать на себя Фокус или сейчас Убер, например, попытается ворваться. Нет, Сарил, до свидания, и Убер пытается сражаться против Фейзи, но, опять же, по нему инфа уже есть, Убер вообще и МПшка, поэтому совсем-совсем неприятно. Попробует он помансовать у будки, заходит, ну, давай уже, все равно умрешь же, ну, попробуй хоть что-нибудь сделать. Яндекс.Такси, до свидания, 10.1.1, друзья, и тотальная доминация, остается всего 4 раунда нам посмотреть на окончание первой половины. Ну что, дорогие, оп, что-то зависло. Система, система, ниппель, все хорошо, 10.1 в пользу Норс, 4 раунда остается у нас до конца первой половины. АВП от Сарила, посмотрим, как он сумеет или не сумеет реализовать свой снайперский потенциал. Пока что у нас очень хорошо отыгрывает снайпер команды Норс, но при этом конфиг сейчас решил сыграть со Скаром. И, в принципе, Скар с одной стороны это имба, с другой стороны против АВП Скар не всегда может сыграть, потому что Сарил в любой момент его может просто взять и вычислить. Но вот Сарил пытается, конфиг тем временем действует пока что в длинном, моментально забирает дефа и меняет свое место расположения. Деф погиб, 5-4, Норс снова на коне. Я уже даже не знаю, снова ли они на коне, тут уже не на чем быть, колы совсем опускаются до дна. Не получается у них даже свести ситуацию в 1-1 или что-то подобное, но конфиг снова будет открываться с Сикрета. Его ждал Сирил, кстати, это единственный игрок, который здесь может что-то показать против Скарострела, как мы прекрасно понимаем, против Скара АВП. Мощнейшее оружие, но конфиг решил сыграть более своего, ушел обратно поглубже, сидеть на Сикрете. И колы все никак не могут открыться, осталось 50 секунд, нужно что-то делать. Есть банки, ну и ни разу ни одной раскидки через крышу вообще, ни одной смоковой завесы на улице. Вот она, попытка выйти через рампы, убивает Мажетс Бой при помощи АВП Сурила. Есть маленький просвет на один раунд, может быть они даже смогут обеззреть здесь конфиг, который с Control Room попробует убить на левую вилку. Нет, тайминг не ловит. Андроид все-таки выходит вместе с Сурилом. Конфиг дает им пространство для действия, постепенно комплексы уже контролят B-плэн, видят вентиляции, никого там пока нету. Конфиг будет открываться с дверки. На плэн ставится бомба, конфиг не прострелит здесь Дэйси, так что тот сможет поставить С4. MSL забирает нас Дэйси, тем временем Андроид вместе с Убером отсутствует против троих. Конфиг снова реализовал свой SCAR. Убер жмет, минус конфиг. Но при этом инфа для оставшихся. Убер, правда, забирает Эйзи, прилетает Смок на дверь. Убер откидывает хорошую флешку, выходит Смочок. Кожум подчекает. Отлично работает Кожумба. Как-то вот он почувствовал, что летит граната довольно быстро. Увернулся от нее и в итоге затащил рамп. Потому что если бы ослеп, тогда, наверное, без шансов. Вот они, комплексити. Пока что летят с довольно крупным счетом. Ну, хотя бы близко сейчас было в этом рампе. Впервые, да, впервые. Довольно близки они были к тому, чтобы взять второй. Ну, бомба стояла из-за того, что проигрывают огромную серию. Денежки имеются. Кожумб докупает гранаты, откидывает флешечку. Видимо, нужна ему другая банка. Хотя, почему? Хаешку он решил купить, я так понимаю. Или Моут. Наверное, Моут. Вместо одной флешки. Ну, четыре гранаты используют у нас практически все профессиональные игроки. Никто не покупает там две флешки Хаешку и Смок. Все покупают флеш-коктейль Смок Хае. Конфиг откидывает флешку. Смотри. Раунд с полным Смоком на улицу. Вот они умели, оказывается, все это время. Они могли, но не хотели. И они решили, что это слишком уж просто и дефолтно. Их там всех будут убивать. Один раз мы видели, как они к конфигу заходили. Конфиг разменивался один-два с половиной. И как же ждет Сюрилу. И все-таки спалил Кожумбу, но дал инфу. И Android развернулся. Android прикончил Кожумба. Красивый заход от K&G. Но не повезло немножко. Чуть-чуть не повезло. Мог реально сейчас зайти в спину к всем игрокам команды Комплексити практически. Но не вышло. Кожум погибает. Мэджиск играет перед пятаком. Под флешку решил не врываться. Врывается просто без гранат. Uber тем временем делает размен. Преимущество за командой Комплексити. Ну и что? 4 в 3. Go-Go Комплексити. Возьмете второй или не возьмете? Uber с Ак-47 пока что чекает рампы. Эйзи играет в тупиках. Одновременно нужно принимать две позиции. Ну и вот он тайминг. Эйзи. Эйзи выходит. Замечает бок одного, второго, третьего. Вот это знатный спрей. И заимки с глушителем минус 3 довольно редко. Мы можем такое наблюдать. Потому что обычно на спрей не хватает патронов. Но вот Эйзи сейчас играл просто на пятерочку. Остается Uber один против двоих. Только я надеялся на эволюцию колов посредине матча. То есть там раскидки начались. Но опять такая же тема. Три человека, три лица смотрят в вентиляцию. Зачем? Вам двух стволов более, чем хватит, чтобы убить игрока. Да и одного в принципе. И почему-то вы втроем не смотрите в разные стороны. Эйзи, конечно, этим пользуется. Убивает всех. Мало того, Uber не хватает времени для того, чтобы поставить бомбу. Да, он минусует одного. Но это в любом случае раунд в пользу за ноуф. Вот, смотрите, три человека. Три человека смотрят в одну и ту же сторону. И Эйзи делает замечательный хайлайт. Отличнейший спрей. Все очень качественно. Но если тебе дают играть вот так, то, конечно, один грех не отстреливать оппонента в таком формате. Ну и Кола решает играть с Галилом, Дезертоглом, Скаутом, АВП. Это просто суповой набор. И сейчас посмотрим, может быть, он немного хотя бы поможет американцам обрести этот раунд. Конфиг решил поджать под красный под прикрытием Каджумба его снайперской винтовки. Вот он выстрел. До свидания, Дэйзи. И уже Норфы снова в большинстве. Да уж, команда Комплексити как-то уж очень ныло играет. Даже не знаю, за какие заслуги их на этот чемпионат пригласили. Скорее всего, был жуткий недобор какой-то лютый. Или там квалификации были? Да, конечно, были. Были, они прошли квалификации. Колы прошли квалы, так не, в смысле, скорее всего. Не могли же заинвайтить. Будь реалистом. Ну, просто я не понимаю, как они прошли квалификации с другой стороны. Ну, в смысле, это американский регион. Что-то я не знаю. Не, ну есть. А, ну, в принципе. А, я понял, да. Онлайн при чем еще? Ты же понимаешь, что эти молодые игроки всегда на онлайне? Не, ну просто хорошим командам раздали инвайты, а в итоге они прошли из того, что участвуют в североамериканском регионе. Но просто ты же понимаешь, что они на онлайне в тысячу раз лучше? Это же молодежь, американская молодежь. Они на онлайне могут делать... Да, это современная проблема, на самом деле. Потому что в онлайне все играют намного лучше, а как приезжают на LAN, сразу же проблема, потому что не привыкли, потому что совсем другая обстановка. И, естественно, не могут настроить свои компьютеры и сами настроятся на матч. Конфиг забирает Uber. Uber делал до этого размен. Погиб Magic, ситуация 4 в 4. Один рампы, два напи. И охраняет пока что кожум по улицу. Ну, стоят снова. Но, правда, это состояние ни к чему хорошему не приводит. Сейчас снова пойдут, наверное, через будку, и там их всех накроют, опять же, команды Norse. Ну, ждем минут два до конца. Времени много. Ошиблись только что с коктейлем Молотова. Кстати, вот коктейля, о котором я говорил, там куда-нибудь на верхний этаж закинуть. Эйзи отыгрывает за желтой балкой, забирает моментально двоих. Так, последний дес тоже погибает. 14-1. Полная доминация, как и предполагалось от команды Norse. Ну, то есть, сколько факторов у нас? Три, да, факторов всего этого. Ну, первое, чрезвычайно высокий уровень Norse по сравнению с коллами. Второе, онлайн над ланами. И третье, нюк. Все. То есть, это складываем все вместе, получаем 14-1, изи катка изи лайф и переходим на следующую мапу. Что там у нас с следующей картой? Интересно, что бы мы сказали, если в комплексе выиграли. Дынюк. Халява, халява. Дынюк, ланы. Американский регион самый сильный в кайсе. Ну, да, вообще, наверное, кто-то мог бы тут проснуться и начать разруливать, как Ника вчера. Кто знает, может быть, тут есть какой-то, знаешь, герой. Я, кстати, знаю почему. Потому что одна команда пьет Red Bull, другая Monster. А, ну да. Уставляет по-разному, фигачит тоже. В итоге, понятное дело, что Red Bull побеждает. Что тренер интересно говорит сейчас? Парни, расслабьтесь, забейте, готовим, короче, шмотки. Сделаем Америку великой. А это Варден, лол. Это Варден, друзья. Варден, это один из самых старых игроков в CS 1.6. Я, кстати, еще имел честь с ним поиграть в 1.6 в 2010 году. Он играл, по-моему, за команду комплексти, как раз-таки. Но пока что Варден не может натренировать молодых ребят из состава комплексти. Итак, пистолетка. Раскидка у нас у команды North. Смог Кажум, смог Эйзи. Две флешки. Убер тем временем играет с Юспиком на рампах, играет в одиночестве. Норсы ждут как раз-таки на эти рампы. Судя по всему, должны побежать. Эйзи готов раскидывать у нас точку А. Судя по всему, это будет фейковая раскидка. Флешка на 1. Выход на радио. Убер вместо того, чтобы попытаться хотя бы кого-то сразу убить, моментально уходит вниз. И выход от команды North в другом направлении выходит все-таки на будку. При этом у нас точку А берегает пока что всего один Дэйси, но удается ему хороший хэдшот и вешать. Браво. Погибает вся команда North. Эйзи остается один против четверых уже. Но шансов, конечно же, почти нет. Эйзи меняет девайс на Юспик. Пытается разыграть, играет за вентиляцией. Но его со всех сторон уже окружили. И атакуют ребята с команды комплекса. Отличная работа. 14-2 в пользу North, но американцы берут пистолет. Знаешь, что им говорил тренер? Вот мы всегда говорим одну и ту же фразу между половинами. Сейчас очень важный раунд. Соберитесь. Пистолетка очень-очень важная. Ну, парни, видишь, хоть немножко в артен. Порадовали своей игрой и смогли законтролить. Пистолетный. Эйзи тем временем получается, нажав спину. Приятно, приятно. Хорошо, когда свой собственный тиммейт подрезает немножечко. Ну и это камбэк, друзья. Это он самый. Сейчас мы будем смотреть камбэк до 14-7. Потом луз и вторая карта. Ну, а дальше и до Нави недалеко. Сурил выдвигается с мейна. Просматривает конфига. Тут уже прошел в секрет. Соответственно, инфа получена. Убер пойдет вниз сейчас принимать на Б-планте. Плюс Дэв тоже стоит. И, соответственно, Норфы постепенно, спокойно выезжают. Датча не контролит угол за углом и не особо торопится. МСЛ просел. 50 хп. Дэв чекает. Дэйзи тем временем играет с МПшкой рядом. Ну и, в принципе, все должно быть по контролям команды комплексы, потому что позиционка за ними. Отличная работа. Дэв и Дэйзи делают три минуса. Мэджис вместе с МСЛ. Остается вдвоем. Погибает Мэджис. К МСЛ остается один в пять и тоже минус. 14-3. Бомба, я напоминаю, у нас в пистолетах не стояла. Денег у команды Норс нет. В районе 2,5 тысяч у нас парней. Снова, наверное, купят какие-то гранаты. Возможно, пистолеты по 250, но не более того. И попытаются отстрелить американцев. Но, в принципе, пока все под контролем команды комплексы на Нюке. Ну, кроме счета. Все под контролем, кроме счета. Все под контролем. Друзья, погнали. Изи катка. Вообще два раунда нельзя проигрывать. И все будет хорошо. Посмотрим первый девайс. Ну, сейчас-то, конечно, Норфы просто попробуют поставить бомбу. У них это вполне возможно получится, потому что уже есть игрок на Б-планте. МСЛ просто внедрился в вентиляцию, поставил. И вот теперь кола-таки. А как мы пропустили этот момент. У нас было целых три игрока на Апланте. И теперь уже Убер приходит, убивает Конфига. Изи попробует хоть кого-то удержать здесь. Но пока он никого не видит, слышит вентиляцию. Проход. МСЛ до свидания. Капитан команды отдался. Изи смешит с боем. Продолжает сражаться. Каджум смог умиротворить Убера. Но это все пока что получается у Норфов, не считая постановки бомбы. Мэжис даже законтролил УМП перед собственной смертью. И это 14-4, друзья. Друзья, это же камбэк величайший в истории американского киберспорта. Ну вот смотри, у него тупо, смотри. Да, да, у него большие ресницы. У него накладные ресницы. Так а почему они у него не накладные? Подкрашенные эти. Потому что они не рыжие. Max Factor 2000. Max Factor 2000. Ты уже определись, они накладные. Из рекламы, я помню, начало нулевых. Max Factor 2000. Итак, 14-4. Норф против комплексти. Жалели, наверное, сейчас Норфа о том, что они не купили какие-то первые арморы плюс пистолеты. Потому что если бы были у них эти девайсы, они в прошлый раунд, скорее всего, брали. Мэдж, тем временем, уже вентиляцию упал. Забрал моментально Дэси и преимущество, естественно, за командой Норфа одного игрока. Что, камбэк отменяется, что ли? Не понял. Может быть. Сейчас Варден спрашивает, что такое. Что такое вообще? Куда мы вообще поехали? Надо попробовать что-то продемонстрировать. При помощи скорострела Убера. Но он не решается открыться на рампы. Просматривает зону Б-планта. Дэп, тем временем, контролит улицу. Дает очень много информации своим тиммейтам о мест расположения противника. Конфикс ждет на рампе. У них еще есть минута 8, чтобы продолжить свою атаку. Дойти до плента, поставить там бомбу. Эйзи заходит на контролрумы. Ну и пока как-то очень-очень тихо развиваются события. Да, опенфраг на стороне Норфов. Но вот он выходит. Эйзи получает два выстрела со скорострела Убера. И вот он, Убер. Вот он показывает преимущество над Яндекс.Такси. Конфикс тем временем вместе с МСЛ и компанией пытаются выйти в сторону Аплента. Да, Андроид стоит все еще наверху. Пытается хоть кого-то здесь найти. Мэш сбои. Открывается на вентиляцию. Пытается стрелить Убера. Но опять же, против скорострела на вентиляции не стоит сражаться. Конфикс тем временем убивает Андроида. И вот он, контроль Аплента команды Денолф. Деф выходит из вентиляции, видит спину. Мэш ска не начинает стрелять только сейчас. Минус Мэш ска бомба устанавливается. Ситуация 2 в 3. Можно за такой раунд бороться. При этом конфикс выходит через пристройку. Есть инфа как минимум одному. Девятку никто не чекает. Из девятки выходит только защита, которая сейчас, возможно, заберет Кажумба. Кажумба, откидывает коктейль Молотова. Не знаю, увидел ли только что своего оппонента. Сарьел должен был раньше действовать. В итоге на 8 секунд Сарьела отжали. И в этот момент действуют, естественно, другие игроки. Несинхронно выходят у нас ребята за КТ. Из-за одной банальной ошибки. Коктейль Молотова в итоге нужно было, естественно, подождать. Ну или так действовать не стоило. Вышла вентиляция. Вентиляция вышла, пристройка и погибла. А вот снайпер ничего сделать не смог. 15-4 в пользу Норс. Остается взять всего лишь один раунд. Да. Все-таки отменяется, видимо, камбэк. Даже несмотря на скорострел, который принес достаточно много боли за Норсом. Ну и мы видим то, что Кажумба, компания, играет просто с калашами. Заезжает в сторону оппонента. Это будет, скорее всего, быстрый раунд. В сторону двери. Вот он и выход. Деси. Приемка на Эйзи. Неплохо сработана. Андроид. Время разменится один в один. Убивает еще и МСЛ. В конце концов, Андроид погибает. И Кажумб вместе с Конфигом, очень красным Конфигом, остается 2 на 2. У Сурилла есть ТВП. Позиция на девятке. Убер тем временем поджал нули. И его там могут, теоретически говоря, не ждать. И таким образом колы могут взять двух игроков на Аппленте в Кроссфайр. Конфиг пытается откинуть ХАЕшку. Не точно. Сверху поставит бомбы. Его прикроет Кажумб. Сурилл пытается здесь выйти. Опять же, ему нужно быть суперосторожным. Его должны ждать на девятке. Убер, правда, со спины. Здесь Кажумб. Находится Убер. Видно, Сурилла уже прикончили. Уберу очень-очень мало шансов на то, чтобы выиграть эту игру. Либо он убивает двоих, либо это 16-4. И окончание карты. Вот он, Убер. Берется тащить этот раунд. Тащить эту всю катку на матчпойнте. Убер. Надо было немножко раньше, конечно, включаться. Но и сейчас он уже против очень красного Конфига. Все шансы в его руках. Но Конфиг мансует его до конца. Убер заходит в боковинку. И Конфиг падает. Нет времени. Нет диффузов, друзья. 7, 6. Успеет ли? 4, 3. На последней секунде? Может быть? Вогнуло у нас. Нет. Эх, эх, эх. Надо было быстрее. Вы сами все видели, друзья. Вообще не умеет комплексти играть. При всем уважении. Ужасный уровень игры. Ужасный уровень подготовки. Карт.